Тили-тили-тили-тили-тили-тили-ли-ли-ли Поговорим. Поговорим. Хочу тебя поздравить. Сегодня пришла информация о том, что парадоксальное восприятие книга с Верстана. Прислали обложку, а даже уже внесли коррекции в обложку, то есть она уже по сути согласована. У меня остались вопросы немножко к тексту на обложке И дальше надо прочитать, посмотреть, какие картинки, как книга. Но эта книга, казалось, парадоксальное восприятие, казалось, огромная книга. Она 300... 80... Ну, почти 380 страниц, 376, наверное. Или 369, что-то такое. Ну да, ладно. То есть она больше, чем самая большая книга. То есть относительно этих книг она больше практически в два раза. И она плюс издание цветное. То есть она будет такая достаточно недешевая книга. Но ты знаешь, я иногда задумаюсь, кому она сможет попасть в руки. Потому что книга полностью переворачивающая сознание. Да, она книга, которая на самом деле... Просто человеку, который не в теме, который... Может быть, даже и в теме, но не так глубоко, да. Она может... Мне кажется, она даже и не попадет к такому человеку. Ну вот смотри. Если мы смотрим из парадоксального восприятия на возможности психики человека. Просто посмотри из парадоксального восприятия на возможности психики. Обычный человек о чем будет думать о возможностях? Это как он быстрее пробежит Прыгнет Сколько он штангу прокачает Сколько раз присядет Сколько раз пукнет Сколько еды съест тараканов Американцы когда едят на скорость Кто больше их проглотит Человек вот это все считает Ресурсными возможностями Своей психики Даже слово ресурсный Здесь вообще не осознается В лучшем случае это про энергию Мы-то с тобой знаем Когда говорится ресурс это про время То есть сам по себе ресурс Это время другого ресурса в психике Нет Энергия это уже вторичный шаг За временем Время это ресурс Ресурс это время Если мы говорим о ресурсных возможностях Психики мы говорим о временных Возможностях психики А если мы говорим о временных То Дальше нам хочется либо поменять ударение, и тогда будет о временных возможностях. Вот ты прыгни, вот ты съешь таракана, вот ты метни копье, вот ты поднимешь штангу временно. И, кстати, это все уникальность. И это все про уникальность твою. Да, оно уникально в этом теле, потому что сознание в это время статично, оно не развивается. Все, ты деградируешь, ты используешь только тело, и ты замкнут в теле. Сознание замкнуло в теле. А значит, у тебя ограничен ресурс, а раз ресурс – это время, значит, у тебя ограничено время. Все, смертность пришла. Смертность пришла, старость. Да. И капец в кладбище. Когда ты осознаешь возможности психики, и ты понимаешь, что ресурсные возможности, то ты делаешь уклад, акцент тогда не на временные. А на ресурсные. А на ресурсные и временные. Подожди, а времени как говорить? Вот так, как мы говорим, мы сумасшедшие. Зумасшедшие, время линейно. Часики тикают и ходят по кругу. По кругу. Тебе любой, да, тебе любой умный человек скажет. Умный, но не мудрый. Да. А мудрый такой глупости не скажет. А мудрый скажет, что время не линейно. И мудрый скажет тогда, что не временные, а временные ресурсы психики. И тогда и возможности у психики другие. Тогда ты начинаешь управлять временем. А как мы создаем время? Через что? Когда мы чем управляем? Рисками. Когда мы решаемся вообще, когда мы решение, решение, которое дает нам возможность расширить горизонт, сделать шаг. Вот они, риски, пошли. Выйти за границы. За границей. И тогда сознание начинает развиваться. И сознание, вот оно действительно тогда развивается. И это про разворот сознания. Из прошлого в будущее. И тут такие темы открываются. Просто когда их осознаешь, но их можно осознать только с двух сторон одновременно. Да. Одномоментно. А без парадоксального восприятия уже это. Ты будешь прыгать как-то обезьяна. Я и умная, я и красивая, да? Я и туда, и туда, но не там, не там. И не там, и не там, да. И тогда приходится возвращаться к парадоксальному восприятию. А чтобы к нему прийти естественным путем, приходится вспомнить инфодайнг с самого начала. И тут вспоминаешь последний курс, когда мы людям просто показали, ребята, вот вы сейчас в этой точке, вот в этом состоянии. Теперь посмотрите. Сможете вы здесь пребывать абсолютно нормально? Или надо проделать вот этот путь? Становится очевидно, что не мы их уговорим проделать этот путь. Это ваш выбор. Они сами выбирают. Если до тебя это доходит, ты сам либо пройдешь его, либо не пройдешь. Это путь развития сознания. И это, конечно, великолепно, потому что если ты этот путь не проходишь, то сознание-то течь должно все равно. Оно не может пребывать в статике. Оно не может. Сознание всегда вырвется. Ему надо движение. Долго находиться в иллюзии движения, оно не может. Именно вырвести. Вот почему мы во сне, мы долго нет. Да, мы просыпаемся. Мы тоже долго нет, мы засыпаем. Потому что вот она иллюзия движения сознания. День, ночь, день, ночь, день, ночь. А долго оно не может. Вот оно, как мы и говорим, долго в этом замкнутом круге оно не может быть. И поэтому есть старость и смертность. Есть старость и смертность. А если бы человек в теле двигался вместе с сознанием в развитии, то смерть не нужна. Если бы тело услышало и начало двигаться вместе со своим подсознанием в одном направлении, но тело слышит над сознанием, и то не всегда. Оно может услышит, но проигнорировано. Но проигнорировано. Или иногда сказать, у меня интуиция сработала. Но я почему-то так не сделала. Но я почему-то очень. И все равно я не сделала. Слушай, да, точно. А на самом деле столько подсказок идет. И если вот этот разворот свершить, то телу не надо болеть, не надо стареть. И сейчас, когда это осознаешь... Ты знаешь, недавно оказалась в истории, когда ехала за рулем, ну, просто наблюдала историю абсолютно материального мира, той материи, в которую редко погружаешься сознанием. И в силу того, что мы с тобой путешествуем постоянно в психике, нам до материального мира нет дела. И мы совершаем банальные ошибки, которые, казалось бы, прошаренный материалист никогда не совершит. Но совершаем зачем-то. И вот у меня была такая ошибка. И я наблюдала со стороны за происходящим. Это было на границе. И осознавала вообще устройство, как это все работает, как люди живут свою жизнь. Видела абсолютную статичность сознания. Видела, что абсолютно... Вот настраиваешься на подсознание человека, причем на любого. Одна и та же кармическая программа молотит, только с разных углов восприятия. и полная апатия подсознания к тому, что можно что-то сделать, чтобы сдвинуть человека в развитие. То есть однозначно в подсознании идет потерянная надежда полностью на развитие. И я видела те заболевания, которые светят уже людям, что уже есть в телах у кого-то, у кого-то вот они уже на подходе. И вот в этот момент я полностью осознавала онкологию. Онкологию как огромный помощник человеку в развитии. Да? Так. Я понимаю, что там много людей будет болеть именно этим заболеванием, потому что... И даже понятно, почему это заболевание стало частым. Да, почему он уйдет в общество. Да, да, да. А без него подсознание не может. То есть вот это впервые я задумалась. Также у нас все время заявка, и ты там помогаешь человеку заявку, и ты там помогаешь. А вот выйти в прямое наблюдение, когда ты видишь, что все, вот это перед тобой ходит потенциальный покойник. Да. И ты смотришь на это вообще не включаясь, не говоря ничего человеку вообще. Он просто для тебя. Ты просто это понимаешь. Он для тебя декорация. И ты смотришь на эту декорацию и понимаешь, что у подсознания нет других вариантов, потому что человек не меняется и не меняется уже ни одну жизнь. Меняется декорацией. Вот он там где-то соловей-разбойник, вот он где-то там при падишахе, вот он где-то там при государе, вот он где-то там, вот он. И вот он дошел сейчас до современных декораций, а он как делал одно и то же, так и делает одно и то же. И он ни на момент не осознает, что он делает и зачем он это делает. И вот... Робот-автомат. Да, робот-автомат. Я когда вот эти все вещи наблюдала со стороны, благо была возможность делать это много часов. Я еще задавала вопрос себе, неужели я так туплю? Но я на самом деле очень сильно тупила. И вот у меня впервые очень глубоко родилась благодарность онкологии за то, что она двигает сознание. Это та болезнь, которая... Надо про нее сделать отдельный лекционный формат. Почему? Потому что это невероятно полезная болезнь. Вообще можно из жизни исключить все болезни, кроме аутизма и онкологии. На самом деле все болезни, а не только во благо. Все во благо. Все во благо. И причем это благо для сознания. Конкретно для сознания. Но просто такие болезни, как онкология, это, знаешь, такое более проявленное... Наглядное пособие. Вообще наглядное. Как аутизм, это вот просто вот... Это замыкание. В том говне, что ты сотворил. Точно так же наглядное. Ты сразу видишь, где ты и что ты. Но если аутизм, это еще без выделения в тело, то онкология показывает конкретно, смотри, где ты что делаешь не так. Причем настолько психосоматика наглядна, что, ну, уже сбежать некуда. А человек все равно бежит, пытается вырезать. Да. Смотри, аутизм – это боль. Да? А онкология – это и страх еще. Страх. То есть страх. Да. Вот оно. Да. Благодаря этому идет выделение. Да. Да. А страх когда рождается? Когда человек не хочет двигаться, когда не хочет рисковать. Когда не хочет создавать себе время на жизнь, когда не хочет двигаться вместе со своим сознанием. Да. Вот и все. Да, 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 да. И тело, материя и сознание, они могут быть только вместе, при этом это, можно сказать, несовместимые, потому что это абсолютно разные вообще, вот, кстати, как вода, хотя нет, тоже не скажешь сравнить, как есть химические элементы, которые говорят, они несоединимые, да, то есть не соединяются, или там, ну правильно, химические элементы. Так вот, это точно так же материя и, ну, и физическое тело, и сознание, ну, материя и сознание, они тоже несовместимы, но при этом, но при этом у них есть, вот сказать, как это сказать правильно, то есть несовместимы, но при этом же они совместились, да, и можно сказать, парадокс, да, вот, да, но при этом благодаря, материя благодаря сознанию проявлена, сознание благодаря материи проявлено, и имеют оба, но это одно, имеют возможность развития, роста. И только в моменте здесь и сейчас, в точке пересечения, в точке сложения материи и сознания. И поэтому выделение отдельно сознания, например, в религию, о материи в науку, это самая огромная глупость, которую можно придумать вообще. Это как взять и, знаешь, вот это разорвать и, кстати, и остановится развитие. Все, проявленность исчезла. То есть то, что имеем, в том и варимся. Да. А сознание долго не может вариться в одном и том же. Ему надо движение. А материя, она наоборот статична. Вообще материя – это мертвое. Материя без сознания – это мертвое. Да, да, это мертвый мир. Мир мертвых. Мир мертвых, да. А сознание – это мир живых. А сознание – мир живых, но не проявленный. Но не проявленный, да. То есть вот оно. Тело без сознания – это вообще вот, ну, лежит что-то, труп, да, лежит без сознания. А сознание без материи мы вообще не увидим. Да. А при совмещении… Святой Дум. Да. Святой Дум, да. Кстати, Святой Дух, помнишь сегодняшний наш эксперимент? Я сразу... Мы как-то не подумали на эту тему. Кстати, знаешь, ну да. Пока вопросов больше, чем ответов. Есть куда заглядывать еще. Но не надо привязываться к этой терминологии. Это неправильная терминология. Да. Терминология... То есть то, что мы сказали Святой Дух, это не значит, что мы... Это не про религию. Как написано, мы так... Да, как в религии написано, об этом мы подумали. Нет, мы совсем по-другому. Совсем другая тема. Совсем другая тема, потому что нас интересует тема рождения времени. Где рождается время? Как оно рождается? И в принципе, мы это уже разложили частично и будем давать уже даже в обучающую программу в четверг. Это уже пойдет третьим курсом. Но видишь, время давать без риска, без осознания вот этих граней риска, тоже неправильно. Но при этом, когда человеку скажи про риск, о чем человек думает? Вложу я деньги или не вложу? Выйду я на трассу, на скорости или не выйду и так далее? Это все материя, материя, материя. Это полностью материя. А что в сознании риск? Где сознание рискует, если оно бессмертно? Где его риск? Где его риск? Благодаря вот этому риску в сознании рождается время. Но пока человек... Вот эти вот моменты даже... Кстати, люди даже не задаются этими вопросами. Ты понимаешь, если мы начинаем с тобой разговаривать, особенно если это где-то кафе или... Вот ты же видишь реакцию окружающих. Две с улетевшими кукухами. Далеко-далеко, да? А куда-то они улетели. А какой ерунде они говорят. Нашли о чем говорить. Нашли о чем, да. Вот поговорить там о чем-нибудь... Да, кто там... О пиве там или... Или кто там какие-то кроссовки купил или еще что-то. Вот это круто. Видишь, разные интересы у людей. На самом деле нет ничего плохого ни в пиве, нет ничего плохого в кроссовках. Это все игры разные. Это все жизнь, игры. И от всего можно ловить кайф. Абсолютно. Я на самом деле, вот сейчас на три дня погрузившись в материю, да, так плотненько, я словила кайф. Более того, ты знаешь, когда погружаешься в материю, она начинает затягивать. Вот, я только хотела сказать. И она уже не выпускает. Погрузившись в материю, очень легко попасть в ловушку. В ловушку. Очень легко. Четко ты влетаешь в ловушку, и тебе уже не хватает времени на что-то другое. И ты вспоминаешь о чем... Что ты произносишь, что не хватает времени. Да. Хотя время-то вот здесь создается. Время становится сразу ограниченным. Ограниченным. Да, да, да. Вот ты уже влетел в материю. Появляется страх сразу. Да, да. Все классика жанра. Да. Классика жанра. Ощущение невероятное просто сразу. И осознаешь это, и ржачно становится. И при этом... Как оно все вот здесь, ощущение. И при этом смотри, за вот эти вот три дня произошло такое невероятное количество событий сопутствующих. То, что ждал месяцами, что там какие-то ответы, какие-то вопросы, переписки и так далее. Все. Как только ты чуть-чуть материю цепанула, она так... Фух, и подтянула. Все в один день пришло. И я, когда смотрела, я просто... Ну, как, как, как? Все одно момент. Оно уже свершилось. Эти игры закончены, потому что они перестают быть интересными. Ну, да. Видишь, мы даже говорим, и я чувствую, что я зависаю. Зависаешь, потому что требуется создание. Да. Вот ты сейчас сказала ключ. Смотри. Я зависаю. Это точно так же, как если ты окунулся в материю, материя затягивает, и ты в ловушке. Точно так же, если ты уходишь... В сознание, ты зависаешь. В сознание. Ты точно так же, ты просто улетаешь куда-то. И если нет назад... Вот почему два человека, и это вот просто, ну, необходимо. Два одинаковых шизоида. Потому что один кто-то... Один улетает, второй держит его за ноги. Или же один погружается, второй держит его за руки. Ну, а как, сколько раз было такое, что ты уходишь, и уже фу-фу, ушел, ушел уже. Не-не-не-не-не. А надо привязать же, да. Назад. Да, и прошить эту материю. Прошить ее, стежки. Стежки. Вот они, шаги наши. А если их не будет, то ничего не будет. Кстати, стежки и онкология. Вообще настолько соединяется образ. Смотри, ведь что такое в онкологии, когда вытесняется сознание из подсознания? То есть наше подсознание строит тело в теле. Это стежок. Это знаешь, как швейная машинка путала, шила, отшила, и вдруг нижняя ниточка запуталась. И завязался дополнительный узелок. И что будет? Обрыв ниточки будет. Обрыв. Либо ты распутаешь ее, и она пойдет правильно. Либо будет обрыв. Обрыв, смена жизни. Все, уже новый стежок будет в новом теле. И если ты очень сильно запутал, то уже машинка дальше строчить не сможет. Привет, конец инкарнационного цикла. И, кстати, в онкологии оно так и идет, что онкология молодеет, 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 потом не успевает прийти ребенком, и уже сразу онкология и уход. Все, вот этот стежочек запутался. И пока ты его не распутаешь в сознании, ничего не будет. Все, прощаемся с инкарнационным циклом. И потом рассказывай, что это ребенок приходил для родителей. Нифига, у него свой инкарнационный цикл. Он у него-то свой, но при этом он тоже не просто так пришел к родителям. Но для родителей по контракту, конечно. Для того, чтобы они, видишь, у них появилась эта боль, появилась, вернее, даже это не появилось, чтобы они услышали эту боль в себе. Чтобы они услышали боль и помогли начать распутывать. Они уже оттупились, совсем они бесчувственные стали, что они уже не чувствуют ни боли, ничего у себя. То есть их надо разбудить. И вот ребенок, у него своя задача, но при этом он приходит для того, чтобы нанести боль, чтобы они встрепенулись и проснулись. И знаешь, тогда вообще мы можем говорить очень жесткие и непубличные вещи. Но, в принципе, книга вся иллюзиониста, инфодайинг-иллюзиониста, она вся жесткая и непубличная. То есть на ее фоне уже парадоксальное восприятие, которое казалось жестяком вообще самым жестким, что можно придумать, уже, в общем-то, смотрится детским лепетом. Потому что, когда смотришь, то, как мы создаем иллюзии, как мы сами себя пытаемся разбудить, как мы сами пытаемся вспомнить, что мы боги, но при этом продолжаем какать под себя и не убирать, и не убирать, то тут приходит время осознавания полностью болезней, осознавания старости, осознавания всего для того, чтобы это изменить. Потому что без развития осознания ничего не будет. Не будет изобретено лекарство от онкологии. Сколько бы об этом не заявляли, тогда эта болезнь должна будет видоизмениться во что-то очень быстро пожирающее тело, именно тело. И это будет... В принципе, аналоги онкологии были и в древние времена. Только все, что связано с физическим телом, с пожиранием физического тела, либо с надстройкой, было сейчас. Какие-то отсутствуют болезни, как проказа или оспа и так далее. Но это, в принципе, из этой же оперы, но это не опухолевые. На их фоне опухолевые уже даже легче. А смотри, сознание болезни уже... То есть оно развивается. Оно развивается. Оно развивается, сознание болезни. Мы видим разные виды болезни, потому что сознание болезни развивается. Да. Вместо того, чтобы сознание человека развивалось, так человек, сам человек развивает сознание болезни. Он прям носит... Потому что в этой части, в надсознательном, он деградирует. Да, 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 да. Потому что человек находится в... То есть сознание находится в материи. Человек находится, да, в материи. То есть сознание... Он ничего не видит, кроме материального мира. Вот, он замкнут материи. Вот материя, вот сознание, он замкнут материи. А сознание, оно не может быть долго замкнутым. Сознание... Правильное положение это когда сознание, а внутри материя. И они при этом тоже вместе. Вот тогда и они движутся вместе. Если наоборот это к уничтожению, если так, это к развитию. Вот наши эксперименты. Если мы помогаем человеку и помогаем сознанию выйти за пределы материи и принять правильную форму, когда сознание за пределами материи, и человек выходит за рамки материи, для него уже существует и материя, и сознание. Что мы, как правило, видим? Мы видим карму в чистом виде. Да, карма. И при этом эта карма, то есть он не может долго находиться в этом состоянии, когда мы очистили его, показали, он не может долго находиться в этом состоянии, у него карма появляется. То есть конкретно, очевидно, он сталкивается со своей кармой, и он ее будет проживать. Дело в том, что вот ты очистил, но у человека не изменился, у него не изменились привычки, рефлексы, реакции и так далее. И вот ты психику подготовил, она, ну, назовем чистая. Кстати, эта психотехническая база у нас уже отработана на 200%, настолько уже откатана, что просто... Ты подготовил, все, человек готов. Живи счастливую жизнь, но тебе надо измениться. И человек продолжает делать то, что он делал, но он делает это уже на ту почву, которая изменена, потому что тогда сознание было замкнуто, а сейчас оно снаружи. И сознание смотрит на это, и тут же херяк мгновенно, болезнь мгновенно. И человек платит собственной болью. И ты знаешь, я в последнее время стала задумываться насчет... То есть это как мгновенная карма, на самом деле, работает. Я стала задумываться, а имеет ли смысл помогать людям вообще? То есть вот смотри, я сейчас буду говорить вообще жесткие вещи на задуматься. Это то, что висит в голове. Иисус Христос, да? Что он делал поначалу? Он поначалу исцелял людей, да? Там кто-то там прозрел, кто-то там поумнел. Он безвозмездно, то есть это было для него... Он это умел, он это мог, и он искренне это показывал. Он это показал, он помог людям. Люди изменились? Нет, они как были стадами, так и остались стадами. Более того, они еще его распяли. Они поэтому и распяли. И дальше на этом была построена система управления стадами. Да? Понимаешь, если заходить и учиться на ошибках, то надо понимать, что стада надо научить меняться. На сегодняшний день люди получают образование. Они уже не бегают в шкурах овец. Они уже имеют приличный вид. Они ездят на автомобилях. Развивается научно-технический прогресс. Они уже могут выбирать между наукой и религией. У них есть опыт 2000 лет, как минимум. Да? Это из того, что официально заявлено. Если у человека уже есть этот опыт проживания, если он уже, предположим, развился, то имеет смысл делать дальше шаги. Именно тогда болезнь будет не лечиться. Вот так, что я приду и за тебя сделаю, как Иисус Христос. Сегодня врачи выполняют функцию Иисуса Христа. По сути дела. Они пришли и исцелили. Дали таблетку. И при этом благодарности они не получили на самом деле. Почему? Потому что если задуматься о физическом теле, то оно само себя восстанавливает. Как бы ты там сломал руку, ногу, или ты там заболел, у тебя работает иммунитет, у тебя работает полностью сила организма, которые кости сами срастаются, везде есть регенерация ткани и так далее. Тело само восстанавливается. Значит, врач, по сути, это обманщик, который выполняет какие-то манипуляции, а тело-то само это все делает. То же самое с психикой. Один в один. Если человеку, но еще врачи-то в официальной медицине, все принято в обществе, потому что когда болит тело, ой-ой-ой, а тебе тут облегчили хотя бы чуть-чуть, то где-то... Но все равно благодарность не наступает. А если мы говорим про духовную, про психическую часть, то тут получается, тот, кто тебе психически помогает вот эту часть пройти, которую помогает пройти врач, он вообще в чистом виде мошенник. Как же эта психика все сама делает? Понимаешь, насколько у нас идет перекос в обществе на эти темы? Мы сами себя обманываем. Сами себя обманываем. Обманываем, и где-то иногда коснемся вот этой лжи, так, знаешь, как щелочка сознания откроется, человек это почувствует, сразу больно становится, он раз закрывает и начинает дальше себя обманывать, и запутывается все дальше. И все дальше, дальше, как муха в паутине. И эта паутина не дает ему развиваться. И тогда чем отличается человек 2000 лет назад и теперь? Ну, ведь сейчас же мобильные телефоны, компьютеры и так далее. А развитие сознания где? В том-то и дело, что развитие материи идет, ну, более-менее. Но и сознание тоже оно идет, хоть как-то идет. В принципе, человек ничем не отличается, но изменилось, ну, чуть-чуть, декоративная часть. Декоративная, да. Вот. А на самом деле, если бы человек осознавал себя целостным, ответственным, то есть и психика у него, он осознавал бы, что все возможности в нем, то у нас бы сейчас развитие было невероятное просто. Просто невероятное. Просто невероятное. И, наверное, и, наверное, ну, на данный момент, может быть, даже поэтому и надо какое-то придерживание коней. Немного, потому что, ну, безграничные возможности. Безграничные. Сегодня мы, кстати, на лекции поговорим именно с позиции психики про ее возможности, не с позиции материи. С позиции материи понятны возможности психики. Выше, дальше, больше, да. Или как-то быстрее, да. Выше, дальше, быстрее. А если мы поговорим с позиции именно психики, как она видит свои возможности, то вот здесь... Это же сумасшедшая тема. Сумасшедшая. Фантазерки. Фантазерки. Видишь, время, оно есть только в материи. Да. Так его нет. Да. Время есть только в материи. По сути дела, то, что мы называем, оно есть в моменте здесь и сейчас. Есть только здесь и сейчас. А дальше, что мы называем временем? Знаешь, это как рулонная ткань. Вот как она укладывается, да. И дальше, как она уложилась. Она может ровненько пройти, а можно ее уложить. А потом воспоминаниями мы ее доукладываем так, как нам надо. И припечатаем к тому, что у нас... Тут стыковка миров, на самом деле, самый интересный момент. Но это большая тема не для публичного обсуждения. Мы зашли в те темы, которые всегда были табуированы в обществе. Они табуированы даже в религии. Не у всех доступ к этой информации был. Мы сюда вломились сами. Не прося ни у кого книг, не прося ни у кого советов, разрешений. Ничего. Просто потому, что нам интересно. И все открыто. И более того, мы это еще и записали все. Да, записали. Вот это самая важная часть. То есть наши все знания, которые мы с тобой достали, они прописаны в материи. А это значит... Потому что когда человек... Человек, конечно, бывает осознание вдруг. Идет тот человек, вдруг он называет это интуиция или еще о чем-то. Или там, не знаю, какие слова еще есть. Но это бывает же такое. А-а-а! Так вот это о чем? Так вот оно, да? И в этот момент, кажется, человек все-все вот прям понимает. Ясность сознания. Да, и пошел дальше. Я такого никогда не забуду. И забыл. Потому что забыл, потому что не записал. Забыл, потому что не записал. Я это на данный момент знаю на все миллион процентов. Знаю, что это всегда... Знания, они приходят всегда к нам. Но если мы в этот момент не записали, они уйдут. Они распылили. Они есть. Это нельзя назвать уйдут. Они остаются. Но ты о них не... Ну, потому что твое лучшее внимание с этого ушел. Интерес пропал. Ты уже это распаковал. Да, да, да. И как только интерес пропал, ты уже не готов этим делиться, потому что там уже твоего интереса нет. Так ты уже и не можешь этим делиться, потому что ты это уже забыл. Все. Тут же забыл. Это так же, как сон. Утром ты его помнишь, да? Если ты вот, допустим, вот если взять записать, то ты все запомнишь навсегда, наверное. А если ты не записал, ты вечером уже сон не помнишь. Все. Ну, из-за исключения каких-то. Сегодня вот, когда мы читали отрывок из Матфадайенга «Подсознание», ты помнила этот отрывок? Нет, конечно. И когда мы читали... А какая глубина оказывается там? Только это уже после парадоксального восприятия. Да, это... Да. Это же вторая наша книга. Ну, третья, да. Третья книга. Ну, вторая, первая... Подожди. А нет первой здесь. Белая. Белая нету. Надсознание нету. Вторая вот подсознание. И мы... А потом уже дальше пошли. И когда прочитали... Смотри, мы с тобой что отметили. Когда писали ее, да? Или вообще, когда доставали вот эту информацию, то мы просто, знаешь, как дети... Я теперь понимаю это. Как дети разинов рот. Слушали, смотрели, что нам показывают белое и черное. И записывали... И записывали, да. Мы как... Как вот так, да? Согласись. Да. А сейчас, пройдя весь этот, да, путь, мы читали, и мы с другой стороны совсем... Мы наблюдали, мы понимали. Мы были... Что они делали? Зачем? И какая суть? И ты понимаешь, слушаешь и понимаешь. Блин, это просто невероятно. Вот оно. Когда... Это точно так же, как... Вот смотри, как я говорила всегда. В первом классе одно, да? Так тяжело, пыхтишь. А с 10 класса там или с 11 уже смотришь на первого. Так что ж это? Что тут было пыхтеть? Вот. Вот. Дин в один мы за три года невероятные вещи сделали. Да. Невероятные. Я сегодня... Я сегодня, ты знаешь, тебе даже не рассказывала. Случайно коснулась такой темы. Где-то я ее была словила. Наверное, в Инстаграм, по-моему. Видео. Да, в Инстаграм. Девочка. Какой-то отрывок из фильма. Значит, девочки такие глаза холодные, злые. Ну, ребенок лет 12 примерно. 12-13. Подросток. И мать ей говорит, что ты с ним делала там с каким-то? Она такая говорит, зато он меня любит. А вы меня... И он меня называет... Он мне говорит, что я красивая, я хорошая. А вы мне никогда этих слов не говорите. Он называет меня по имени, а вы меня даже по имени не называете. И я, знаешь, так... Я прямо на это... Прямо у меня, знаешь, как включилось... Не знаю, остановилось вот время, как под лупой. Я сразу увидела огромный объем информации на эту тему. Как действительно ребенку... Он ищет в семье любовь и поддержку. Оно ему нужно. И первое, что это может дать, это именно семья. Мама и папа. Любовь и поддержка. То есть дружба. Это... Человек без этого не может. А тем более ребенок. А когда он дома этого не видит, он видит, допустим, ругающихся или пьющих, родителей ищет, или, ну, не знаю, или просто холодных, занимающихся своими делами. И он этой поддержки не получает любви, он ищет тогда это вовне. Он ищет это вовне, потому что он не может. А вовне он попадает в ловушку. Там обман. Там использование. Именно использование. А он неопыт. Неопытное дитё. Не было опыта настоящей любви. Не дали это родители. И попадает. И я сегодня такую глубину словила, насколько, как. Как действительно мы уходим в искажения и своих детей уводим в искажения. И безвозвратно. И этот ребенок, он с холодными глазами на родителей смотрел. Он же смотрел на них такими же глазами, как они на него смотрели. Ведь это они ему этот холод вложили. И мне там, девочка, мне так прям аж больно было. У меня это... Насколько важно, 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 очень сильно важно любовь в семье. Потому что ребенок потом все, он ушел в искажения, он не знает, что он будет проживать. Искажения. Что он будет своим детям давать? Искажения. Значит, будет давать боль. Болезни, естественно. Страх, ненависть, злость. И все и пошло. Это на эту тему тоже сегодня у нас я увидела. Разговор двух мам, приведших детей в школу. Вы сегодня математику сделали. Да, 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 да. Списать. Да, 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 да. Мамы делают за детей. Поэтому это все недоразвитость, недоразвитость, понимаешь, недообразованность. А это все строится. За что цепляется? Одиннадцать библейских игр. Как ни крути, там будет жадность, зависть, гордость, гордыня. Все вот эти, то, что грехами перечислено, да, это все игры. Игры к проживанию, они до сих пор неосознаны. Жадность как тогда была, так сейчас есть. Человек ее не осознает. А ведь это все моменты, когда мы создаем игры. Вопрос, какие игры мы можем создавать в других состояниях. И вот здесь возникает, на самом деле, поле для творчества. И это могут быть совсем другие игры. А то, что это за игра? Не убей, там, не укради. Вон, игра не укради во всех разворотах, посмотри. Игра не убей во всех разворотах. Совмести. Не убей, не укради, не прелюбодействуй. Не убей. Да. Значит, надо. Значит, надо, да. Не укради, значит, надо. Это точно так же, точно так же, как учителя в школах. Что делают? Как проверяют работы домашние, неважно, работы ребенка? Красная ручка, да? Исправляют ошибки. Что это? Внимание, куда ребенок? На ошибки. И он будет все больше и больше в этих ошибках. А вот если учитель внимание, допустим, зеленой ручкой и выделил красиво, где он написал, или очень правильно слово, то есть, внимание поменялось, внимание, идет другая игра, другое направление. Но ведь тогда не самоутвердишься, а как же гордыня, гордость. А как же я? И понеслась, понеслась другая игра. А как же мне надо почувствовать себя, да? Да. А как же прожить это состояние, прочувствовать, психологи говорят. Кстати, на эту тему гордыня, гордость и вот эти тупые игры. Ты обратила внимание, сейчас не в тему немножко качну, тупые ролики мужиков, какие сейчас пошли. Что сатья, что там еще. Они почему-то все в одно время, три штуки вчера получила по одной теме. Как женщина должна просить мужчину. Либо о деньгах, либо о покупках, либо еще о чем-то. Просить милостиви. И мужики учат женщину, как правильно у них просить. И смотришь, как это... Как хозяин. Как хозяин будет распоряжаться и давать милостыню. Бля, женщины, неужели вы так себя не любите? Неужели вы так себя не цените? Какое просить? Иногда нужна помощь женщине. Тогда ты разговариваешь, но если мужик с головой, он и так подойдет и поможет. Да это будет вообще, не знаю, это даже нормально. Это гармония, это нормально, когда ты даже это не замечаешь. Ты на это внимание акцент не делаешь. в том ты даже... Вот именно, что вообще не обращаешь. Ну как-то... Но надо тебе... А когда ты еще должна льстить и хитрить для того, чтобы взять нему деньги, это трудец. Это к чему ведет? К тому, что женщина начинает выкручиваться, хитрить, извиваться как уш. И тогда на этой почве что начинает еще? Вот ты должна сексуально там что-нибудь... И в животных, мир пошло, все в секс пошло, искажения и все. Посмотри на женщин сейчас. Триндец. Вот они качают мужиков везде, деньги, 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 качают мужиков. А мужики сиськи, жопа, губы. Ты посмотри сейчас на все это. Именно поэтому оно сейчас и пошло. Поэтому парадокс, он везде работает. Он везде работает. Поэтому и пошла вот эта фигня с мужиками. Либо проиграл, проиграл, либо выиграл, выиграл. Разве ты выиграл, если ты из нее сделал дуру? Если ты ее унизил? Да, но тебе дура родит дурака. Тебе дура родит дурных детей. Да, все. И все, кто выиграл. Нету выигравших. Вы все в говне. Зато ты какое-то время побыл раздувшимся, да? Королем, да. У тебя какое-то время развело эго, которое сказало, у тебя все в шоколаде, ты шоколадный. Только посмотри на придурков в глаза им, и ты увидишь свое отражение. Потому что тебе такая же самка это все и выдала. Ты же это всего добился сам. Я вот эти вещи, когда сейчас вижу, понимаешь, ну, может, потому что сразу видишь всю игру целиком. Да, поэтому. Недавно муж сказал, когда мы с тобой, там, человек задал вопрос, а мы с тобой сидели ржали. И он, как вам, что он сказал, как вам не стыдно, что вы ржете над болезнями и что-то там такое. А на самом деле, там было настолько очевидно вот от и до, и настолько смешная линия, что просто вот смотришь и понимаешь, блин, ну как до человека донести? Вот так подсознание стебется, так подсознание стебется. А именно ржет. Ржет. От того, что, блин, да у тебя, человек, у тебя есть вот такая возможность, а ты ковыряешься, застрял здесь, да? И понимаешь, вот оно ржет. Ну, хочешь играть, играй, будет исполнено, понимаешь? А при этом у тебя есть вот эти, а он не видит, а ты не видишь и в стену уперся и лапками дергаешь. И знаешь, вот когда в стену уперся и лапками дрыгаешь, это же смешно на самом деле. Да, да, да. И муж, как вы можете ржать? А как не ржать? Ой, блин, на самом деле весело. Но это, ну, видишь, это все уже за парадоксальным восприятием. Если до парадоксального восприятия, вот даже восприятие наших книг, до парадоксального, это одни книги, после парадоксального, это вообще другие книги. Вообще другие совсем. Другая глубина, другое восприятие, и они получаются, они реально кинокомедия. То есть, если бы вот на сегодняшний день был режиссер, кому с нашего восприятия дал снять фильмы по этим книгам, то первая часть была бы трагедия, вторая часть была бы комедия. Первая часть трагедия. Вторая комедия? Ну, ладно. А я сейчас хотела сказать, что до парадоксального восприятия, подожди, до парадоксального. Нет. До, 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 до. Ну, пусть будет, ладно, пока. До глубины, наверное. Ну, и ладно, пусть будет до парадоксального. Те книги, которые, можно сказать, можно положить потом, как знания эти, как в сказке. Вот точно так же, как были положены в сказке. То есть, в сказочном варианте. А уже дальше, это уже... Сказки для взрослых. Сказки для взрослых. Точно так же один из библейских игр можно положить в сказки. Да. И потом найти выход из этого в другие сказки. То есть, это тоже как вариант по сознанию. Алиса в... Как это? В зазеркалье. В зазеркалье. В зазеркалье. Я раз перешел. Да. Потом уже, когда переходишь и видишь вот эти все прелести зазеркалья. Причем видишь, когда ты переходишь только в зазеркалье, только переходишь. У тебя одно восприятие. Да, тоже одно только. А когда ты выходишь, когда ты уже прошел через парадокс, тогда уже совсем другое. Именно, да, через парадокс, когда прошел. И когда ты видишь свет в конце тоннеля уже, там, да, там другое совсем восприятие. Ты понимаешь, что все равно, это все равно игра, это все равно стебная игра. Вопрос, где ржем, товарищи? Ну да. Там или там? На самом деле, это настолько, жизнь это настолько крутая игрушка. Иногда кажется, что вот это так все больно, это все так материально, это все так, но как только ты выходишь из материи, так с позиции сознания смотришь, так, подожди, ты как навозный жук зарылся в какаху. Выкини ту какаху. Смотри на свет. Есть другие какаи. Переставил себя. И как только внимание переключил, хобана, все по-другому пошло. Но, кстати, есть еще один момент, который все-таки очень важный, на который надо обращать внимание. Любая игра завершается только через благодарность. Мы об этом говорим, и сколько бы мы ни говорили, человек все равно этого не осознает. Вот смотри, недавно получила письмо от одного человека. У человека было заболевание. И мы говорили, измениться, 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 измениться. Говорили как, говорили над чем работать, говорили, говорили. Вот знаешь, так пум, 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 пум. Пинг-понг. Пинг-понг, да. Но при этом дети пошли в развитие. Дети пошли, а родители остались. И вот уже когда пришла собственная боль, после операции человек говорит, и я понимаю, что бесполезно говорить, только через боль. И тут благодарность болезни неимоверная. Потому что именно болезнь человека все равно заставляет двигаться. Но при этом именно болезнь, есть вторая сторона болезни, именно болезнь, особенно все, что связано с хирургическим вмешательством, однозначно включает смертность. То есть, если уже у тебя тело... Безвозвратность, я бы сказала. Если у тебя тело уже прооперировано, если у тебя тело уже повреждено, нецелостно, именно нецелостно, то это однозначно запуск инкарнационного. Безвозвратность. Но это все равно не говорит о том, что у тебя нет возможности проснуться, не остается возможности проснуться. Она остается. Она остается. И тогда будет возможность регенерации. То есть, дверь есть регенерация. Но это только после просыпания. Это после просыпания уже, да. Все равно есть место для роста. Я к тому, что... Место для роста есть. Время для роста у тебя все равно есть. И место для роста все равно есть. Хоть ты уже замкнут в материи. Получаешься, ты замкнут. Все. Да, да. Ты себя замкнул в материи полностью. И сказал, ты отсюда выйдешь через кладбище, либо же ты осознаешь вот эту дверь регенерации. А она осознается только когда ты проснулся. Все. У тебя два пути. То есть, грубо говоря, когда ты уже попал в желудок, то тебя либо сверху, либо снизу. Других вариантов нет. Все как в физическом теле. Точно. Точно. Либо ты переваришь, либо не переваришь. Классно. Поэтому либо ты пройдешь одним путем, либо ты пройдешь другим путем. И это твой выбор. Ты будешь двигаться. Никто-то будет двигаться. Это твое сознание развивается. Блин, как это все на тело легко кладется. И как это все. Каждый раз восторг от этой игрушки. Каждый раз. Каждый раз восторг от психики. Насколько она невероятна. Каждый раз осознаешь, что нету в жизни ничего интереснее. И самое интересное, что когда входишь в глубины психики, ты понимаешь, что там все открытия, там все изобретения, там все полностью, там все игры будущее и прошлое, и все одномоментно есть. Все возможности. Все возможности. Бери и пользуйся. Абсолютные. Они всегда вот в моменте. Да. Они есть. Есть в моменте. Есть ты, есть этот момент, и есть все возможности. Да, бери, пользуйся А это значит, что в любой момент Ты можешь просто начать Жить по-другому Это как взять Включилось сознание И ты взял себя из говна На лужайку Все, но только если ты просто Это сделал, это одно А когда ты со сознанием Это сделал И совершил действие на лужайке Ты ушел из твоего То есть ты двинулся в этой жизни А не остался здесь Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь Когда ты взял и переставил Вот словила себя На Как я чувствую тех, кто смотрит этот подкаст И аж улыбнула Будут люди, которые Даже в голове своей скажут Ну вот я взял себя и переставил Это равносильно, как недавно смотрела Ролик подкинула одного гипнотизера Который говорит Ну вот создайте вибрацию В своей шишковидной железе Пройдите этой вибрацией по телу И уйдите в темный там мир какой-то Я тебе присылала Я так ржала Уйдите в говно Ребята, создайте вибрацию В своей шишковидной железе Ну вот здоровый на голову человек Создайте вибрацию В своей шишковидной железе Да? Это один момент Вот создай ее Уже смешно, как минимум И потом Уйди Уйди там В теневую часть свою Уйди в нижний мир И так слушаешь И думаешь Ну у меня одно слово такое Только Другого слова нету Все Ну еще есть капец Только в русском варианте Понимаешь, это называется Слышу что-то, но не понимаю Как это Как это есть такое Просто звон Да, но Слышу звон, не знаю откуда он О Да Вот, вот, вот Да, да, да Звон Вот так и в голове у человека Точно Но эго при этом очень хорошо звенит Понимаешь? Мало того эго А ум очень хорошо его воспринимает Между прочим Ум Ну самое интересное Что есть же те, кто Вибрирует Своей шишковидной Да, так я же Про что говорю Я говорю Люди будут Ум их очень хорошо воспринимают И соглашают На то, что На вибрацию Вибрировать Шишковидной Понимаешь? Вот это он считает Возможным А на себя То есть А другое Он не считает Возможным Не, ну если вибрировать Уже вибрировали В другом месте Это больше польза Я представляю Так, знаешь Вибрируют Такие болванчики Тоже недавно ролик увидела Но это и знакомо у меня Когда гипносеминары проводятся И там И дыхательные тренинги Там такие штуки проводят Вот тоже Это из родни вибрации Шишковидной железе Но это массовый гипноз называется На самом деле Когда человек И он после этого Вытворяет что-нибудь Да, такое То, чтобы он никогда Не вытворил у себя дома Или тем более В социуме Но там Он оправдывает это гипнозом Или там Дыхательными психотехниками Еще чем-то Но это Вот все, что связано С массовым гипнозом Это полный Вот Вечерний звон Да Бум-бум Это потери разума И когда Вот цепляешь Вот эти темы Потери разума Ты понимаешь Почему религии Нужен был этот Вечерний звон И звон колоколов И влияние на Аудиальные, визуальные Киноэстетические каналы И так далее Перекрывание У человека Просто вообще Меняется восприятие Оно сужается в точку Вот вообще И полностью уходит Даже не в животный мир Оно уходит в мир насекомых Точечкой сознание идет И вот эти массовые вещи Их можно наблюдать Кстати, и в социуме Очень даже легко По массовому гипнозу Просто мы не уделяем им Должного внимания А они же распространены Причем церковь, наверное Официально массовый гипноз запрещен Наверное, самый большой нарушитель В этом плане Это церковь То есть там он разрешен И даже эти бесы Выкатывания бесов И так далее Когда травмируется психика человека И он делается инвалидом на голову Это разрешено Для этого там Вводят в определенный сан И говорят Ты можешь делать из людей Шизофреников И понеслось И никто за это не отвечает Потому что как бы Это все вера А ты можешь верить В кого хочешь Но это спорный вопрос Когда наносится Психическая травма Человеку На массовом гипнозе А вообще Как это работает Я приведу такой пример Это вот из моей нынешней поездки Я ржала до слез То есть в жизни массовый гипноз Часто встречается И человек это не ассоциирует С гипнозом Это мы ехали по Польше И там был крупный город И 10 километров до города Стояла очень большая пробка И уехать было некуда И вот стоит пробка В одну сторону В другую Там ждали полицию И мужики уже вышли Все такие важные Нервничают А мы смотрим Что ну долго стоять И тут я вижу каблучок Там с какой-то такой Почтовой Или какой-то надписью Рекламной Раз и в лес Свернул там 20 метров впереди от нас И я прошу Диму Говорю Дима смотри Там машина поехала А дорога вот реально Лесная такая Вообще не протоптанная Травяная И я Диме говорю Смотри Говорю Он поехал Но явно что он не в кусты поехал Не в туалет Говорю Если значит Гугл покажет Должна быть дорожка И Дима смотрит Говорит Смотри Тут 300 метров Переехать этот Лесной перешеек И там дачные дороги Говорит И мы объезжаем Всю эту пробку Вот И мы не будем стоять И мы так раз Нырнули в этот лес И поехали По этим дачным дорогам Едем И я смотрю В заднего вида зеркало И за мной Едет куча машин Я за рулем Едем Едем Я не знаю Сколько там машин Но очень много Да То есть Просто В самый конец уходило Вот сколько я видела Столько двигались машины И они прям гуськом И они через этот лес И на эту дорожку Едут 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 Ну а Польша Там Там же эти кольцевые движения Маленькие Маленькое кольцо Вместо светофора А я к этому не привыкла И мы подъезжаем К перекрестку И Я сразу даже не поняла Что там кольцевое движение Но мне надо было повернуть налево Судя по навигатору Ну и я соответственно По встречке И проехала налево Я не по кольцевому движению Но при этом не поняла Что это встречка Да Я не поняла Что это встречка Но я проехала Ну женщина Женщине можно Проезжаю И уже на середине Сыну говорю Сын Там кольцевое движение Он говорит Ну нарушила Мы проскочили Ну и ладно И тут я в зеркало смотрю Гуськом Все до одного Гуськом поехали по встречке Все до одного Я не знаю Сколько там десятков автомобилей было Ты знаешь Как муравейник Перемещается Поляки Которые ехали по встречной Они охренели Вся эта колонна Она двигалась Что случилось Что случилось у людей с головой Надо же по кольцевому движение У них это шишковидное Зазвенело Завибрировало Завибрировало Шишковидная железа А все почему Смотри Человек Водительский транс Естественное состояние Плюс Скорее всего В салонах играет музыка Когда он едет Плюс усталость Плюс усталость Плюс глаза В точку на соседний багажник Если этот багажник туда пошел То он туда пойдет Этот точно так же Как стадо овец Если баран прыгнул В пропасть То и этот И этот за ним Да Вот я говорю Как и муравьиная дорожка Такая Да Ровненько Коллективное сознание Я так хохотала сидела У меня слезы текли Вот так рождается Коллективное сознание Да Да Понимаешь Один делает глупость Вот реально Я нарушила там Да Я делаю глупость А второй Вся колонна А второй не берет На себя ответственность Отслепо доверяет первому И понеслось И понеслось Цепочка такая Пррррр Коллективное сознание Коллективное сознание Массовый гипноз Вот оно И поэтому Когда потом Ну что Все люди глупые Да Они умные На круговом движении Ехать налево По встречке Ну это конечно Даже если кто-то там И так Ой это ж неправильно Все равно поехал Поехал Все едут Все едут Все топят И я топлюсь Так я сколько видела Там прямой кусок Такой был Я сколько в зеркало Смотрела И потом сын повернулся Сын сидит Ржет У него слезы текут Говорит Ну мама Ты отколола Закипнотизировала Все Толпу Я говорю Мы откололи Еще когда в лес Свернули Так бы они все Стояли на трассе И ждали Смотри Ой как это Положительно Положительно Даже здесь Полезно Все равно Выход Даже когда тебя съели Есть как минимум Два выхода Сверху и снизу Поэтому И каждый человек Выбирает сам Будет он выбираться Или он будет болтаться В желудке Кстати Не переваренным Это то что происходит С сознанием Когда оно Инкарнирует 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 И не развивается Оно просто варится В желудке В этой ловушке И не может Ни сверху Ни снизу Циклическая ошибка Вот она Наглядная Вот тогда надо Надо создавать Онкологию Надо вытеснять Сознание Создавать тело В теле Для того чтобы Через боль Пройти Либо в запор Либо чтобы тебя Вытошнило Потому что Ты сам не можешь Двигаться Если ты там Да застрял То ты создаешь Уже Затор Затор Да запор Запор Вот она Вообще так Все интересно Все Невероятно Когда ты видишь Весь Сразу расклад И при этом Смотри Когда ты уже Со стороны Когда ты с позиции Наблюдателя На все смотришь Ты видишь Весь расклад Да Но когда ты Участвуешь сам Это другое У тебя материя Все равно Затягивает в себя Но при этом У тебя появляется Возможность В какой-то момент Стоп Стоп Что-то происходит Не то так Раз Выйти в наблюдение Увидеть Ага Мне сюда надо Пошел дальше Да Вот это тогда Когда ты управляешь Своей жизнью Сам Не Тупо Уставившись В багажниках Впереди Идущие машины А сам Все сам Ты можешь ехать За багажник Но в какой-то момент Подожди Стоп И изменить Изменить Вот это умение Говорить себе Стоп И изменить Вот это можно Только натренировать В инфодайвинге Иначе не получится Только да Это только через инфодайвинг Это кстати наша Психотехническая база Сегодня На сегодня мы с тобой Очень хорошо понимаем Онкологию Очень хорошо понимаем Аутизм И все болезни Которые связаны С подсознанием Чисто И как подсознание Это тот джинн Который Будет исполнено Хозяин Да Пока тело не услышит Будет исполнено Будет исполнено Все Что это тело Наснит себе Да Да А вот как изменить сны Это уже надо проснуться Во сне Это уже Тогда становится Совсем другая Игра Да А про возможности психики Мы поговорим с тобой Сегодня Сегодня на лекции А в ближайшие три дня Мы дадим риски Я знаю, что это невероятно И дадим время Невероятные три дня будут Завтра, послезавтра И после Ты знаешь одно время Чего стоит Это будет И без риска К нему приходить Не имеет смысла Да, Наташа Это будет Точно так же Как у нас перед этим Были курсы Жадность Помоги мне Зависть Зависть Гордыня, гордость Обиды Вспомни, какие сильные были Какие вообще невероятные Только разница С этими курсами Будет то, что Эти будут закрыты А, да Я их закрою в конце Почему закрою? Потому что Нельзя метать бисер Перед неподготовленными Это уже будет бисер Эти курсы Должны остаться В закрытом формате Потому что Вот он образец Иисус Он метал Бисер И погиб Он потерял себя Потому что Они не поняли ничего Все равно Смысл его Было вот этого И поэтому Он не то, что погиб Он сам принял решение Это его решение Было решение Посмотри Мы с этой позиции Мы же складываем Полностью Библию Да Если ты ее Прочитаешь с позиции Я создатель То ты ее Прочитаешь совсем по-другому Субтитры создавал DimaTorzok